Но сегодня я хочу поговорить тоже о матрице, но уже о марсовой, как я называю рефлексивной матрице. В основном все будет вращаться вокруг одной маленькой работой Марса, всем известной, это тезисы о Фейербахе. И в качестве эпиграфа я в этот случай зачитаю. То обстоятельство, что земная основа отделяет себя от самой себя и переносит себя в облака, как некое самостоятельное царство, может быть объяснено только саморазорванностью и самопротиворечивостью этой земной основы. Следовательно, последняя, во-первых, должна быть понята в своем противоречии, а затем практически революционизирована путем устранения этого противоречия. во-первых, вот эта цитата, это взята из второго издания тезисов о Фейербахе, уже под редакцией Энгельса. Существует и первый, чисто массовый вариант, более лаконичный и четкий. И в свое время, а дело в том, что этот концепт уже я обсуждал и, собственно, более года назад для нео-марсистов выгодства общества, я написал эссе на эту тему, потом было большое обсуждение. Просто я сразу же хочу предупредить возражения, касающиеся терминологии или Марс, вставки Энгельса. Это, на самом деле, эти моменты все были прояснены, и они не имеют никакого значения. Итак, давайте вот эту цитату снова я немножко, я повторю, но уже с перенесением своей лексики, а именно двух понятий, картина мира и реальность, это то, о чем мы немножко уже говорили ранее. Значит, я прочитаю слово. То обстоятельство, что реальность, земная основа, отделяет себя от самой себя и переносит в себя в облака, как некое самостоятельное азарство, как некая картина мира, то есть, может быть объяснено только саморазорванностью и самопротивлечивостью этой самой реальностью, земной основой. Следовательно, последняя реальность, во-первых, должна сама быть понятна в свое противоречие, а затем практически революционизирована путем устранения противоречия. И так, по-моему, вот эти два понятия, реальность, земная основа, то, что есть вокруг нас, и понятие картины мира, которые рисуют нам нечто должное, как оно должно здесь быть, и описывающие ту же самую реальность, они вполне вписываются в размышления Марса, о которых припадет речь. Но прежде чем все же перейти конкретно к этому, мне еще придется сделать небольшое видение, видимо, и рассказать о своем видении вообще истории. Как я лично пытаюсь ее понять. Но это важно, тем более, что Марс, как известно, для Марса история – это очень важная штука. Вот. И понимание Марса на истории, там, всем известно. Ну, так вот, на мой взгляд, я, то есть, вот я гляжу на историю, как на историю развития или саморазвития человеческой рефлексии. Ну, выделяя три основных и главных этапа, сообразно трех представлений об этой самой рефлексии. Первое – это мифологическая рефлексия, то есть первообытное мифологическое мышление там человека. второе – это религиозная рефлексия. И третье – это рациональная рефлексия или рефлексия всем нам знакомым, знакомая, вот рефлексия рационального человека. И вот именно о последнем и пойдет речь. Извините, а можно о национальной рефлексии? Рациональной. Нет, а второе вы назвали. Религиозной. Рефлексия рациональной. А, да. Я не опасаюсь, что рациональная. Вот сейчас пойдет речь о рациональном, о восприятии мира рациональным человеком. Вот я так все с самого начала подчеркнусь. То есть о времени модерна или о новом времени. Вот, видимо, с 15-го, 16-го веков, да, там разные историки по-разному называют время возникновения. То есть называют точку отсчета нового времени. Времени модерна. А модерн, в моем понимании, это и есть эпоха становления рационального человека. Ну, давайте вспомним. Значит, 15-й век это что у нас там? Готенберг и Коперник в конце. 15-й век это там огораживание. Огораживание, то есть разрушение общины. Община это очень-очень важно. То есть разрушение традиционного общинного способа жизни. Там великие географические открытия. Реформация, да. Реформация это что значит? Это значит разрушение традиционного религиозного образа жизни. Вот религия в то время, это не просто был некий институт. Он определял в значительной степени то, что называется социальную жизнь. И вот может быть я плохо знаю историю, а на самом деле это так. Конечно, я плохо знаю историю. Но вот сравнивая скорость течения и глубину изменений, скорость течения изменений и глубину, вот в Европе последнего там тысячелетия или там последних 600 лет с другими там странами или цивилизациями, конечно, вот мне представляется, что, конечно, это было выдающееся явление, вот эта эпоха модерна по истории Европы. Ну и в конце концов мы знаем, чем это закончилось до доминации европейского человека в мире. И история западной Европы мне представляется как история деконструкции вот этого времени. История смятения традиций, там смятение или смятение традиций, там, и так и так может толковать. Ведь модерн это то, что противополагается традиции, да? Модерн это то, что противополагается традиции. Вот эпоха модерна, это эпоха смятения традиций. Одна за другой. Вот если вы посмотрите, там, начиная, там, вот, с этого, того же самого Боттернберга, реформации, изменения массы произошло, в том числе и в способах, да, вот, в восприятии мира. Ну, наиболее наглядно, это прослеживается в истории религии, да? Европейцы уничтожили главенство, во-первых, религиозная традиция. Каким образом? Сперва в Калушестом. Сорковный раскол произошел в XI веке. Потом началось дробление внутри католичества. В конце концов, религия была отъяснена на заборке общественной жизни. Мы хороним их совсем. То есть, вот, приходила деконструкция в это время, то, что мы называем эпохой модерна, европейского культурно-исторического гейдра. Вот это мне как-то представляется более-менее убилизельно. Можно предстатировать, что эпоха модерна, это эпоха деконструкции европейского культурно-исторического гейдра, и если, ну, отрицательно того, что было. И вот до последнего времени, хотя сейчас все более говорят не о модерне, а о постмодерне. На мой взгляд, постмодерн это тот же самый модерн, просто его тупик. Но об этом, может быть, мы дальше еще скажем. То есть, современный европейский человек, это все нет. Сейчас это уже не мужчина и женщина, это уже вот пример последний. Но ведь началось-то это еще где-то там в то время, очень давно, вот не православный, да, католик. И так далее, и так далее. Так вот, возникает вопрос, что было главной, основной движущей силой или причиной европейской модернизации, о которой я вкратце вот, вот, рассказывал так. Даже не рассказал, а просто, что это мне обозначил. Причина. Тут существует масса мнений. У историков там, прежде всего, и я ни в коем случае не хочу вот каким-то образом предлагать мне, что там, что могло бы быть противопоставлено по зрениям историков, да, на исторический процесс. Я обращаю внимание на то, что в XII веке началось, в XII веке, то есть, за 2-3 века до того, до начала эпохи модерна, в европейской культурной цивилизации произошла рецепция Аристотеля. То есть, Аристотеля и раньше, естественно, знали, не слышали, но он в европейской культуре воспринимался в основном через боеца. Вот. А, собственно, вот модным он стал именно там в конце XII-XIII веке. Да? Вот именно в современном понимании этого слова модный, важный, да, мыслительный. Он стал именно в это время. Ну, Аристотель величина, безусловно. Мы это хорошо понимаем. Какая большая величина Аристотель. Но мне кажется, что важнейшее, что сделал Аристотель, это он предложил то, что мы называем сейчас формальной логикой. То есть правила, рассуждения очень четкие. И вот эта формальная логика и была, если так нужно выразиться, гипостазирована, да? Образованные люди все больше привыкали изъясняться четкими, застывшими понятиями. И чем четче, тем лучше. И вот это привело к примату формы, к формализации знания, чрезмерной приверженности формализму. С одной стороны, это послужило расцветом аналитики и метапизики как таковой. естественно, аналитика непредставима без четкого логического мышления в рамках формальной логики. И метафизика, естественно, да? Но в конце концов это привело к появлению пределов метафизического мышления и метафизики. термин и метафизика и метафизика и с метафизом Существует Аристотель, но есть еще определенная рецепция, определенное воскресение. На Западе в арабском мире Аристотель был воспринят через пизму неоплатоников. По крайней мере, так об этом пишут. То есть там присутствовало очень сильное влияние неоплатоников наряду с ним. Вот этим можно объяснить. Кроме того, я же не говорю, что причиной эпохи модерна явилась понятийная мошенник европейцев. Нет, я считаю, что этот фактор, по крайней мере, нужно учитывать. Вот что я хочу сказать. Так, мы сегодня представляем более-менее, что всякая аналитика имеет предел именно поскольку придерживается формально-логических правил. Ибо определенная ограниченность формально-логических построений была выявлена в середине прошлого века. И как только вот это обстоятельство было воспринято уже социогуманитарной мыслящей массой, так почти сразу же уже и расцвела деконструкция в современном понимании этого слова. Возник постмодернизм. Сначала нужно доказать теорию четко и логически, потом, чтобы она была, нужно время, чтобы она была воспринята в научном мире. Да, Гёдер — это 30-е годы, насколько я помню. Потом война, да, потом нужно, чтобы, так сказать, из одной области перетекло в другую. И потом какой-нибудь социогуманитарный там философ-мыслитель, да, понял — ха, истины-то нет. Вот, а раз так, ответ известен, да, так очень просто решать задачку с известным ответом. Известно, что его нет. Вот поэтому и налетели деконструкторы, на ответы был их времен. Вот. Ну, что я хочу сказать. На мой взгляд, деконструкция проходила в европейской культуре во все времена. Только не в такой осознанно демонстративной и наглой форме. Ведь раньше ответа никто только не знал, что истина есть. Поэтому вели себя относительно скоро. Хотя формально логическим инструментом пользовались уже давно. И сначала безоглядно от невежества, затем веруя в безграничную силу разума человека. Причем исключительно рационального человека. Ну, не просто верили, а есть же наука и успехи наук. Да, конечно. Вера так не перенесла. Конечно, не только науки, успехи капитализма, то есть деятельности человека. Одно, другое, естественно, подкалкивало и воодушевляло. И тем не менее, мы приходим к тому моменту, когда... Вот эти успехи привели к тому, что предыдущая картина мира, успехи рационального человека в различных областях жизни, привели к тому, что предыдущая картина мира, а именно религиозная, она рассыпалась в прах. То есть, первая жертва, это была всем известная религия. Ну, вообще-то религия до сих пор есть. Ну, в каком смысле? Место, место идет в мире, конечно, несравнимо с тем, что было безоглядно. То, что религия была превалирующей, и стала одной из... Так вот, почему все же, я хочу сказать, вот религия-то, это первая жертва. Дело в том, что религия объясняла мир, да? Что значит картина мира? Картина мира объясняет мир. Весь мир. В том числе и человека, окружающего человека, реальность. Самую посредневную реальность. Она объясняла где, как, почему и зачем человек живет. И как ему лучше себя вести. Как в самом деле, картина мира, она служила человеку для интерпретации реальности. Но не только. Это вообще не самая главная функция картины мира. Потому что, ну, если картина мира очень такая мощная, такая серьезная религия, какой бы и было христианство, да, то какие-то маленькие погрешности, они уже не важны, если эта картина мира человеку дает перспективу. А если перспективу она не высует, а просто вот описывает, да, объясняет то, что есть, то смысл-то в чем? Вот данность она и есть, данность сама себе объясняет, как бы, да, тем, что она в данности. То есть, картина мира, не дающая перспективу, она от реальности ничем не отличается. Поэтому все мировоззренческие идеологии рисуют человеку перспективу, куда двигаться. А религиозная картина мира по отношению к древней и древнейшей реальности давала величайшую перспективу. Поэтому-то она, эта религиозная картина мира, для человека была главнейшей. И поэтому, конечно, она первой поддержала деконструкцию с точки зрения рационального ума. И как только он окрел в достаточной мере, так и принялся за нее, вооружившись логикой республики. Теперь мы готовы перейти непосредственно ко времени Марса. То есть, если бы логики не было, она бы не принялась бы за картину, что ли? Ага. В логике же это просто средство, много других разных средств есть. Там экспериментальные данные наук, открытие каких-то там планет, там, не знаю, там, открытие каких-то структур и вещества, там, извлечения человека и прочее. Причем есть логика-то только. У вас так получается, что логика – это такой нож, которым убили религию. Ну, одно из средств, несомненно, конечно. Так что мы переходим к Марсу. Вот уже конкретно. Сейчас, а у меня вот сейчас еще один вопрос возник. Ведь логия, в принципе, очень естественное человеческое орудие, инструмент. Естественно, конечно, тебе объяснили. И она не только в Европе все-таки была. Я просто хочу сказать, что между логикой Платона и логикой Аристотеля есть очень большая разница. Принципиальная разница. Потому что, на мой взгляд, вот эта развилка в европейской цивилизации произошла вот именно после Аристотеля. Именно потому, что именно Аристотель был воспринят, скажем, а не Платон. Именно понятийная логика, тут не стагерит виноват, не то, что он был вот такой сякой, да, а потому что вот именно от него было воспринято то, что мы называем формальной логикой. Вот заметь, у Платона формальной логики не было. Что сделал Аристотель? Ничего. Ну, грубо говоря, прочитал диалог, скажем, софист Платона, да, рассуждение Платона, софист, диалетически. Посмотрел и сказал, ребята, вот чтобы было все понятно в наших вещах друг к другу, чтобы не возникали разные сомнения, и чтобы уловки софистов мы сразу разоблачали, частично, по крайней мере, уловки. Значит, давайте введем такие правила. Говорить об одном и том же, о том, что в одном времени, в одном месте, да, чтобы не было разночтения понимания, да. То есть, каждое понятие, это четкое понятие, да, вот в данном диалоге, нашим с тобой, скажем, да. Ну, ведь хочется, вот если мы с тобой вот провели беседу сейчас, вот только хорошо поняли, и договорились каждому слову продавать четкие, означать каждое слово одинаковым образом. Четко, да. То есть искушение вот это перенести и на будущее наше с тобой беседы, да. И так далее, и так далее. И далее, и снесняться вот этими понятиями, этими знаками, этими значениями. Не слово воспринимать как целостный образ, да, то, что делал Платон. У него слово вещь, символ, да. Слово сводить к понятию знаков, к значению, к форме. Знак — это чистая форма. В принципе. Понимаешь? А реальность-то есть только на самом деле. Без каких-то слов и знаков. Само по себе как-то вот как-то существует нечто такое, что позволяет нам в том числе и знаки, какие-то понятия вводить, и логику как-то из него изъять. Есть некое обстояние вещей, как они сами по себе существуют. И мы, взирая на это, все как бы придумываем понятия, слова, логику и прочее. Да, Блатт. Естественно, есть. Но я не понимаю твой вопрос, потому что по-моему, это дело не относится. Нет, ну вы просто говорите, как будто бы Аристотель придумал логику и тем самым всех зазомбировал. А не так получилось, что эта логика была во все времена, просто именно Аристотель, ее обнаружил, что она есть. Я бы сказал, я уже говорился, что что и собственно не надо, что слишком большое значение было в иерархитетской культуре было принято право на логику. Да? Вот я же объяснил на тренинге. Ну я же чтобы мне объяснить дольше, мы тогда уйдем от темы. Я просто когда слушал, подумал, что наверняка логика, она такая вещь естественная с математикой, связанная. Математика в Китае была развита. Почему в Китае не произошло все это такого? Как бы была развита? Ну они их ряды там считали, то в принципе достаточно развита и считали до нашей эры еще. Ну, да. Вот. И что не позволило им выйти на такой же уровень? Китай там совсем все по-моему. Ну ладно, Китай там все... Как панологизм он все-таки непонятен на самом деле. Потому что какая разница по помощи правил пользоваться логикой и пользоваться по-моему как это логично. С точки зрения суждения. Поэтому не важно. а все, что сделала история в этом смысле еще раз объясняю ситуацию. Ядно выписывал мы с этим разговором. У человека и эксприденции внес, грубо говоря, привычное рассуждение. До этого непременей пользовался очень хорошо. А вот, кстати, хорошо прозвучала и эксприденция. А может быть это как раз римское право так повлияло? Наверное. Так может. Ну да. Все взяло. Поэтому он просто взял как юрист к этому делу практически подошел. То есть он много еще сделал. Здесь он выступил как юрист. взял и выписал в явной форме. Потому что, да, если логика, мне кажется, достаточно универсальная, то римское право оно как раз уникальное. Я правильно понимаю. Ну, возможно. Ну вот. Но никаким демоном он не явился. Я в самом деле. Конечно. Не явился. Конечно. Паналакизм заключается в том, что вот ту маленькую понятийную систему, которую мы с тобой разговариваем для совета, мы начинаем расширять и расширять и расширять и расширять. Вот. Понимаешь, да? Понимаешь? Нет? Нет. То есть мы живем не реальностью, а живем в логике. Мы как бы работаем со словами. Она самопожирающаяся. Понимаешь? Вот мой. Мы живем в понятильном мире некогда. Просто по моему достопному убеждению еще даже до Аристотеля мне было устроено так, что мы жили в понятильном мире. Нет. Тогда и была какая-то, может быть, более близкое общение с бытием. Как у Хайгигера. Мы потеряли связь с бытием. Но она уже не на пути формализации логики произошла. Но вот у Александра на пути формализации логики. То есть явно было выделено некой логической структурой мира и потом забыли о том настоящем мире. То есть я, конечно, не очень высокое мнение о римском праве. Но тем не менее, это же странно бы спрашивать, что раз появилось римское право, это уже можно тратить связь с бытием. Ну перестали по понятиям в конце года. Мамент, как бы, просто я не думаю, что как раз бытие в Хайгигерс, это жизнь по понятиям. Я предлагаю вернуться к этому вопросу тут есть, что обсуждать в самом конце, потому что там как раз об этом об этом. А сейчас я возвращаюсь к моменту написания Марса вот Перебахи вот это вот перед Капиталом это время там немецкая идеология в этом смысле была главнейшая труд. Вот. Так вот, в это время любезная картина мира уже, по крайней мере, для образованной части общества лежала в руинах. Вот. При этом оказалось, что спонтанно там возникавшие на ее месте равном роду поделки по необходимости несущие черты с ампетичности были малоперспективными. Из них не складывалось никакой даже ущербной картиной мира. А то, что складывалось, воспринималось современниками именно как очищенная от реверсной мотереальность. Вот, что хочу сказать. Вот рухнула реверсная картина мира, да? И люди говорят, вот реальность, да? Именно как на сущую реальность смотрел на происходящее вокруг него Марс. А вот то, что всякая реальность на самом деле есть тоже картином мира. Вот это вот я выпускаю, это я приношу на следующие наши беседы, чтобы просто не усложнять изложения. И тут и ясно, что такое реальность и что такое картина мира. То есть, некой первичной как бы изначальной реальности мы никогда не можем вернуться? Да. И Марс обратил внимание на творящиеся в немецкой действительности того времени в реальности беспорядок. И сделал вывод естественно с его стороны, будто наблюдаемая им противоречивость присуща самой реальности. То есть, а логичность происходящего обусловлена саморазорванностью и самопротиворечивость и окружающей реальности. Или земной основы, как он писал в Теннисах о Кирбахе. Далее, эта реальность сама должна быть понята в своем противоречии цитата, а затем практически революционизирована путем устранения этого противоречия. То есть, Марс декларировал отказ от рациональной интерпретации существующего порядка вещей, признав его противоречивым. Это вообще-то у Гегеля, мы понимаем, что у Гегеля реальность противоречива. То есть, Марс, как вы хотите сказать, что отказывается от Гегеля. Реальность изначально по Гегелю противоречива. И невозможно противоречие устранить. И по Канту реальность изначально противоречива. По другому. По Гегелю. Очень по Марсу. По другому противоречива. Да. Вся немецкая философия заявляет, что реальность противоречива. И разум А вот Марс отказывался. В этом и гениальность. И новизна Марса, как Телосов, в рациональном умом противоречия не могут быть сведены в рациональную картину некротиворечивую. Иначе получится обман. У Канта так же. И договорились о том, что у него получилась жизнь с неизбежными противоречиями. В форме антиномии. У Канта антиномия разрешилась. Но Марс – это следующий этап рациональной рефлексии и ее развития. Мне просто надо понять, почему противоречия должны быть разрешены. Это как бы важный вопрос. Вот сейчас, будь любезен, отложи буквально на три минуты свои вопросы. Как раз сейчас об этом... Таким образом, создание новой метафизической картины мира было им призвано бессмысленной задачей. Ввиду бьющие глаза противоречивости того, что ей полагалось описать. В этой безрадостной ситуации Марс нашел радикальный выход. Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить. Вот здесь, возможно, такая придирка, что в первом издании, то есть не в первом издании, а вот это слово, я не помню, как по-немецки, объяснение, да, говорит, что лучше рассчитывать, как интерпретировали. Философы лишь различным образом интерпретировали мир, но дело за тем, чтобы его изменить. Но на самом деле в нашей логике это не имеет большого значения, поскольку объяснять, как обычно понимается, философы различным образом объясняли мир, но исходя из существующей картины мира, так естественно понимают, да, из того, что есть. А если говорить, что философы различным образом интерпретировали мир, то так естественно понимать, что интерпретировали с точки зрения существующей картины мира, да, и создавали новую картину мира для того, чтобы объяснить мир. Так вот, Марс пишет, что неважно, или вы объясняете, исходя из существующей картины мира, или вы интерпретируете, исходя из вами созданной новой картины мира. Вот. Марс говорит, что это не наш путь. Этому недостаточно создание или объяснение, создание картины мира и объяснение мира. Дело заключается в том, чтобы изменить мир. Вот сейчас мы будем стараться понять, что же этим хотел сказать Марс. Ну, одно дело провозгласить что-то, а другое дело решить вопрос. Вот. А вопрос, естественно, я встал ребром. Как это возможно? Как это возможно? Изменить мир, да. Если обстоятельства изменяются именно людьми, ну, мир меняется людьми, а сами люди, цитата, суть продукта обстоятельств и воспитания. Вот проблема-то была. Значит, надо воспитывать воспитателя. Звучит красиво, а на деле означает порочный круг. И тогда Марс делает ход колен. Он провозглашает, что, цитата, субъект в своей действительности есть совокупность всех общественных отношений. И что, цитата, «общественная жизнь является по существу практической». То есть, результатом деятельности субъектов означает недоступна пониманию рационального субъекта. То есть, действительность нерациональна? Если действительно нерациональна, то как же ее тогда изменять? Еще более нерациональна? Я не понимаю, что значит рациональная? Ну, лучше говорить разумно. У Гегелев что? Все разумно и действительно, все действительно разумно. Действительно, приведенную успешно. Заметим, что он делает главную ставку на ту же рациональность, в бессилии которой объяснять противоречивый мир только что признался. Однако, он берется не объяснять противоречия реальности в их совокупности, а выявлять их в повседневной конкретике, а затем устранять практически. То есть, если есть реальность изначально противоречивая, это противоречие невозможно устранить. Можно только как бы одно противоречивое убираем, создать, создавать другие. Это просто логика самую реальность. Если реальность противоречивая, значит, она всегда будет противоречивая. Потому что это природа такова. Можно там... В чем-то ты прав, но мы к этому подойдем. Итак, если общество... Я сейчас этот момент со всех сторон рассмотрю. Итак, если общество производится субъектами в их практике, всякая человеческая практика может быть рационально описана и в этом смысле понята, то нет преград для познания субъектом всего общества, тем самым и самого себя. А самопознание это и есть развитие человека, то есть воспитание. Таким образом, познавая общественные отношения, человек в силах изменить, воспитать себя. А следовательно, затем он способен изменить мир. Повторяю еще раз аккуратно. Человек способен рационально описывать и интерпретировать поведение различных вещей, в том числе и поведение людей. Значит, ему открыта дорога к рациональной интерпретации общества. И поскольку сам человек это продукт общества, то выходит, что он способен рационально описать самого себя. Человек продукт общества. Описывая общество, он способен рационально описать самого себя как общественного субъекта. И сделав это, внести рациональные поправки, быть может, кардинальный полученный пейзаж в себе, а потом в общество. А если люди по-разному поймут каждое свое положение в обществе, и это понимание будет... Но это уже вопрос, насколько люди сумеют договориться. Не, по факту уже и так, как потом дальше поясняется, что буржуазия всегда будет понимать свое положение имея одним способом, а пролетариат другим. И антагонизм между ними неизбежен. Возможно, различная картина мира. Да, с точки зрения классовой физики, люди же Макса доводили до обсуждения, существует классовая физика, что пролетариат одна физика, а у этого другая. Любимый вами Марр, тоже аналогичная вещь, понимал? Кто может проявить? Марр? Марр. А, Марр. Не получится ли так, что на самом деле изменяется действительность в угоду какой-то класса, группы, я не знаю, отдельного какого-нибудь сумасшедшего индивида, который посчитал, что надо бомбу атомную взорвать, потому что этот мир плохой. Это очень хороший вопрос, поскольку если дальше какой-то, то, конечно, так оно и выйдет. Макса считал, что существует классовая физика. Я сейчас скажу, в чьих интересах. В интересах зомби. Да? Да. Вот эта статья, которая была, которую мы прочитали недавно, совместно, о зомби, она очень в место. А статья этого правого это Евгения Лукина, в смысле? Ну, я не помню. Левософское кафе. Да. Какие нелоги? Да. Смешная статейка. Нет, статья, она вообще несложная, что ли? Он призывает современный пролетариат стать зомби, да, и взять мир. Скорее, я говорю, что зомби это всего лишь эфемизм для современного пролетариата. но это не важно. Он призывает, да, вот нас ругают, а на самом деле говорят правду, как я покажу, минуты позже. Тогда давайте назовем себя в зомби. Испугаем всех так, что все убегут. Все будут бояться. Снимут еще красивый фильм про страшный зомби. Ну так, я продолжаю. Посмотрим, значит, все же, что Марс сделал по существу. На мой взгляд, собака-то здесь не глубоко, и это, я думаю, что все могут сказать. Конечно, внешним описанием поведения людей невозможно проникнуть в их внутренний мир. Но Марс как раз говорит, что возможно. Понятно. Но, а мы-то с точки зрения. Что в общественных, то есть в экономических отношениях всякие находятся люди и описания людей, мы-то знаем. Многие считают, что это невозможно. А может быть, и не знаю. Скажем так. То есть, выяснить всю человеческую поднаплотную таким образом нельзя. Точно так же таким образом внешним описанием поведения людей на самом-то деле нельзя отличить их от роботов. вот это проблема, которую рассматриваются по аналитической школе, кстати, да? они там насчет этого там долго телекрутили. А потом повесили... Тест Юринга все остальные. Повесили табличку осторожно. Это проблема, на самом деле. Вроде бы, как бы... Он легко уменьшится. Предлежите задачку, когда в качестве оснований, тесты Юринга всех остальных мы можем различить. Но он ездит сейчас же последнее. Американский робот выиграл ТВН в Америке. Это всем проблематично. У человека, у чемпиона Америки. То есть, я хочу сказать, что такое прокурорение по-американски. Ну, вот задают вопрос, я могу просто привести. Значит, в Лиссабоне в 1864 году весь город собрался на набережные. Они ликовали и празднули годовщину. Это вообще на чего они могли праздновать? В каком году это еще? Ну, я, может быть, дезатор ошибся, да. Революция? Нет. Нет, они праздновали возвращение вас к Дегану. А компьютер ответил моментально. А, так это не то. Это же не интеллект. Это неинтересно. Это же не интеллект. Это же не в этом. Это же не в этом. Это просто информация. поисковая система. Ну, это ну, вероятно. Все, я, я... Хорошо, товарищи, значит, я бы... Это же не человек, некий момент проблематичности, и сразу же подчеркиваю, что же оставаться сугубо материалистической или... Сейчас я скажу, нигде не было это самое компьютер нашел нигде об его записи, не было того, что они праздновали возвращение вас к Дегану. Ну, еще он этничку прибавил, все. 400, 400, когда вообще нет, ему надо было сделать, не важно, все. Ну, сделаю, в общем, несложную какую-то штуку сделаю, но... Ну, нет, ну, ковын, настоящий вопрос. Ну, какой-то вариант, вариант-то другой, веселый, находчивый. Чем же у нас объяснил компьютер, такой находчивый? Ладно. Итак, если оставаться в мотивистической или физико-листской трагедине, которая с фурнаменным человеком весьма и весьма близка, то вот эта проблемка, она не особенно видна. А на самом деле она есть, вот, сейчас у нас там который, которого можно причислить к линии там неоэпиферналистов, вот, я ее занимался, там, его можно почитать. Это проблема. Вот. Но проблема есть, и поэтому Марс, как всякий убежденный марсист, это ортодоксальный материалист по необходимости. Вот, что я хочу сказать. И в этой необходимости есть некая вот такая ограниченность вот его построения. Материалистический монизм. Мы должны, безусловно, значит, полагать для того, чтобы считать себя марсистами. все есть материя. Да. Однако необязательно отказываться от онтологической самости человека, да, чтобы оценить по достоинству творения Марса. На мой взгляд, он явился вторым после Канта в истории человечества, кто придумал матрицу. на этот раз матрицу для ходового народа. И вот мы переходим к тому, ради чего мы, собственно, собрались. Значит, прежде всего, чтобы вот проникнуться, сейчас вот важный момент, чтобы проникнуться величием вот марсовых построений, я хочу напомнить, что мировой дух выпускал на волю после завершения самопознания лично сам Гегель. Вот лично сам Гегель выпустил его там на первых. То есть у Гегеля несамостоятельная картинка в смысле ее завершенности. Он остановил, сказал, что все закончилось. но был необходим. Вот сам Гегель лично Гегель был необходим. Вот, у Марса совершенно другой. Марс решил трудового человека не только поставить на твердую почву материи, но и вооружить его революционной методологией саморефлексии. И все, Марс больше не нужен. Вы же говорите, он дал ей матрицу. То есть он дал некую иллюзорную картину, да? Нет. Забудь про иллюзорность. Все очень четко и действенное. Я хочу сказать сейчас, что Марс больше не нужен. Труженик сам в процессе труда и борьбы познает общество, то есть себе. Уточню, что познание общества ему рисует картину мира, идеал. труженик а сам работник пока остается в реальности своя рутина. преобразившись от осознания нового знания, он в этой отостолившей реальности что-то там подкручивает, подправляет, а то не заменяет в меру возможности. А если момент позволяет, то революционным образом. труженик отдельный труженик. Естественно вместе. Вместе. Вот такие очевидные вещи я пропускаю как-то, да? То есть труженики меняют. Среди этих тружеников есть те, которые действительно что-то там видят, а все остальные это просто коковцы, которые вместе с этим тружеником-вожаком идут на заклад. Это несущественное для главной мысли момент. Чем эта религия отличается? Что одна иллюзия заменена другой иллюзией? Почему же иллюзия? А почему это объективность? Потому что какому-то труженику в овце запудрили мозги какие-то труженики эти важные. Потому что не каждый же вы сказали отдельно, а они вместе. А если каждый отдельно, то у них реальности будут разные. Они никогда их вместе не согласуют. Поэтому я будут вечно это сидеть и согласовывать, как показывают практики. Люди бесконечно не могут договориться. Хорошо. Мы обсуждаем ту диалектическую картину, когда труженики между собой могут договариваться. Потому что познание общества невозможно в одиночку. Например, что все буржуи на планхе. В этом тоже кер договорить. Они все ворота. договорились это уже несколько сот лет. И значит, труженики меняют реальность, подтягивают ее к идеалу в текущей картине мира, которую они сами познали и нарисовали себе. Которую Марс написал на трампе. Марс не нужен уже. Марс сказал, как надо. Понятно, что изменив общество, тем самым не больно они еще раз меняют себя. Причем важный момент. неизвестным неконтролируемым образом. Неконтролируемый это не очень весело. И вдруг оказывается, что мы не знаем общество, в котором живем. Поэтому начинается новый цикл познания реальность реальность. Затем им вновь формируется картина мира. Для новых себя. И так далее. Пока не устанут. То есть Марс внес этот вирус в познание общества. Да. Дальше оно и в коммунистической среде познается. Значит человек вытаскивает себя замечательно. Значит что? Главное труженику нужно обеспечить, чтобы все время был зазор между его реальностью и картиной мира. То есть как только картина мира с реальностью уже нужно браться за реальность приближается к картине мира. Нужно сразу же браться за изучением реальности чтобы выстроить новую картину мира. И чтобы был зазор а что такое зазор? А зазор это та самая перспектива о которой я с самого говорил. Для человека всегда должна быть перспектива куда расти к некоторому должному от этой реальности. реальностью не о а не и так не ни как ты Значит, вот эта бесконечная матрица. Смотрите, что это бесконечная матрица. Познаем реальность, рисуем картину мира. Потом они подтягиваются, намного раз реальность в жизни меняется, понимаете? То есть, эта картина мира, которая была нарисована для этой реальности, она не работает. Понимаете, да? И нужно создавать собственную, новую картину мира, уже для этой реальности. Понимаешь, да? Нарисовали, она снова потянулась. И снова эта картина мира уже эту реальность не описывает, она описывает вот эту реальность. А у реальности собственные законы-то есть, которые неизменны, независимо от желаний людей. То, что нарисовали, может же и не заработать. Какие законы? Человек изучает законы. Ну, законы физики, я не знаю, они же не зависят от того, что кто-то там что-то изменяет. Ну, изменяет, изменяет. Законы физики. Ну, да, ну, это самое дело. Классовая физика-то бывает? Толгоеще. Ну, дайте договорить. Ну, в реальности есть некие постоянные законы, которые никак не зависят от желаний людей. Хотят они ее изменять. Ну, судя по всему, вы из оснований думаете, потому что Макс считал, что существует классовая физика. Хорошо. Нет, может быть, можно социальную реальность менять? Может быть. Понятно? Вам понятно? Более-менее, да? Более-менее, но... Вот это я ситуацию описывал, и теперь говорю, в чем здесь, на самом деле, закрывается. Удиви беды. Во-первых, нужно быть материалистом, то есть забыть о душе. Во-вторых, когда ты понимаешь, как работает механизм, то становится скучным. И хочется, ну, надрется в дыск даже самым бездушным. И... А чем душа-то плохая? Что-то не пойму. Как материализму мешает душа? На 10 минут еще. А потом потянет обратно, на мой взгляд, от этой скукоты, свою привычную матьфицу, что придумал Кадр обратно. Там плотность перспективы, надо признать это. И подташнивает от безысходности. Но в жизни все же поспокойнее. Главное, там остается шанс на чудо. Например. Вдруг спутается Морфеус. И придет спасение. Или у кого-то наверху пригорят провода. И будет веселье. А у Марса ничего этого нет. У Марса только все зифы в трубе. Итак, традиционная статическая матрица Канта была Марсом преобразована в динамическую. Если у Канта мы заключены в плотно запечатанную коробку сознания, или в одну матрешку, и что там снаружи, на самом деле, в кавычках, вот это знамитое на самом деле, нам знать не дано, и стратегия кукловодов для нас это загадка, то Марс использовал образ известной по-русской матрешке. То есть, он взял, придумал, скорее всего, проинтувичил, самую простую модель регрессивного сознания, вложенных друг в друга матрешек на личного бытия, когда одна матрешка с неизбежностью, обусловленной невозможностью находиться в противоречии самой собой, воспаляет себя до следующей другой, включающей в себя все предыдущие. Ну, вы понимаете, да? Чтобы осознать себе, это противоречие, как я могу сам себя осознать, да? Восполняйтесь. У меня могут быть и качественные изменения какие-то. Да. И с тех пор, после того, как Марсизм завоевал популярность, никакое на самом деле не является большим секретом. Каждый может представить жизнь наверху, и поскольку, консерпиология рулит, поскольку имеет под собой основание Марсизм. И, в принципе, я... Секундочку. В принципе, я завершаю. У меня осталось буквально вот это. И плюс я сделаю выводы. И я хочу задать перед завершением вопрос. Что вам, а здесь много людей, получивших физико-математическое образование, напоминает вот изложенные в моем изложении построение Марса? С логической, то это точка зимы. Интернация. Ну, какая-то самонавалящаяся ракета. Просто курсия, интернация. Ну, да. Ну, то есть она как бы пролетела, сориентировалась, и опять куда-то летит. Так. Может, это вот притыха после обсудить? Да нет, давайте сейчас просто. Докончим просто. Как вы действительно сказали, 10 минут. Раз, два, три. Никто ответ не дает. Объясняю. Это один к одному арифметик. Ну, то есть один плюс один, али плюс один, али плюс один, али плюс один, нет? Нет. Это... Это числа Фапанаджи, нет? Ну, что-то в этом духе, нет? Ну, да. Ну, я говорю же. Это арифметика в смысле Чаргарема Гердера. Построение арифметики как непротиворечивой, но неполной системы. А почему? Ну, потому что арифметическую систему тоже предпочитаем считать непротиворечивой. Вот. И поэтому возникающие непротиворечивые, а известно, что они описаны, как они могут возникнуть. Да, противоречие, безусловно, для нас истинного, вне арифметики, то есть с некоторым метроязыком. Мы вынуждены набирать, как в арифметике это происходит. Возникает противоречие, но одно из утверждений этого возникающего противоречия включается боксиома арифметики. Вообще-то до сих пор не было никаких арифметиков противоречий. Да, это уже я первый раз об этом слышал, что в арифметике хоть когда-то возникло хоть какое-то противоречие. Да? Ну, не считает противоречия Терема Георда. Ну, вот и как в чем? Да, да, да. А вообще-то речь-то шла о изменении мира. А при чем систью Арифметика-то? А потому что... Это описывается... Азерка-1-го-мута, да, та же самая... Терема Георда – всякая система, всеомы, либо неполна, либо противоречивая. Терема Георда – всякая система неполна. Неполна – это означает, что ее можно... Это означает, что аксиматическим образом ее нельзя выстроить. Вот об этом я и говорю. А с чего она пополняется этой аксиомой? Из-за того, что в ней неполнота означает, что в ней возможно вывести утверждение А и утверждение минус А. То есть она не может полностью описать. Нет, неполнота-то нет. Что есть утверждения, построенные по правилам этой системы, которые не доказываются, не опровергаются. Да. Это совсем другое, что А и не минус А. Понимаете? То есть это не противоречие. Правильно. Неполнота не является противоречием. Ну, естественно. Поэтому здесь А и минус А не имеют никакого отношения. Терема Георда. Правильно? Мы-то начали с того, что реальность у нас противоречивая. Это факт просто. Нет. Слушай, я тоже могу сказать, что это факт. Существует несколько интерпретаций теоремы Гёделя в разных вариантах. Более сильной, более слабой. В разных изложениях. Нет. Есть коммунитарные изложения теоремы Гёделя. Там может быть все что угодно. Но есть теоремы Гёделя. Как теоремы Гёделя? Ну, лично я чертал изложения Чарлина Гёделя. Катюмику Манину. А кто такой Катюмик Манин? Ну, математик Манин. Наш очень известный. Один из самых известных. Я не понимаю твое утверждение. В чем ты хочешь меня перебелить или меня проверить? Да. Совершенно. Я раз не сказал, что это не противоречивость. Это не полнота. Нет. Давайте вернемся изначально. К Марсу вернемся. Вот мы говорили о том, что реальность противоречива. И что Марс говорит, что противоречие можно разрешать. Ну. Теперь надо как-то к этому присоединить неполноту арифметики. Каким образом? И зачем? Вот я этого не понял. Честно говоря, переходный. До этого все было понятно. Реальность была противоречива. Можно ее как-то противоречие менять. Возникает какой-то прогресс. Возникает новый противоречие. Опять меняет. Новый противоречие меняет. Но бесконечный прогресс. А я, честно говоря, не понял, почему матрица. То есть матрица – это реальность, скрытая от нас. А здесь достаточно явно. Я не видел скрытой никакой компоненты. Ну да, я тоже с самого начала все ждал-ждал-ждал матрицы в Марсе. Так и не видел. Все, я все мучительно ждал матрицы в Марсе. Про матрицу есть то, что есть два мира. Есть разрыв между двумя мирами. Есть реальность, есть картина мира. Да. Вот в этом, в этом смысле есть матрица, что два мира, а не один. Но это картина, она в вашем мире присутствует. Так вот точно так же. Мне кажется, что тело, предоставленное самому себе, движется не с постоянной скоростью в термогре, а затормаживается со временем. Мне так кажется. Но на самом деле, я понимаю, что тело, предоставленное самому себе, то есть без десяти один сил, будет двигаться равномерно и прямолинейно. Это я понимаю. Нельзя же сказать, что я в матрице. Это тоже сказать, что я вижу, что Солнце вращается вокруг Земли. Да, на самом деле. Аналогичным образом действовал Марс. Я смею вас уверить, что у меня в арифметике абсолютно адекватное представление. Но я знаю, что предмет очень такой, не то что сложный, но залоганный, легко запутаться. Поэтому, если хотите, давайте это все отдельно абсурдно. Но нас просто матрица интересует. Система интересует наличие матрица. Аналогичным образом действовал Марс. Как помните, он отказался объяснять противоречия системы, а взялся изменить ее саму, исправив противоречия. Система это что? Мир это система или система это что такое? Реальность. Система знания о реальности. Так вот картина мира системы или все-таки сама реальность? Реальность воспринимала общественные отношения и хотела изменить. Не, ну подождите. У нас есть два. У нас есть разрыв. Есть некая реальность и есть некая картина мира. Кто противоречив-то? Картина мира противоречивая или реальность противоречивая? Реальность. То есть реальность противоречивая. Если реальность противоречивая, значит это никак противоречие невозможно снять. Реальность противоречивая, реальность подтягивая. Вот этот момент, ты все время могу сказать, что картина мира рисуется для реальности. И картина мира в данный момент описывает реальность непротиворечиво, да? Если реальность противоречива, значит картина мира тоже противоречива? Непротиворечива, описывает. Вот. А как можно непротиворечиво описывать противоречиво? А сейчас вы будете сама противоречива, если я не скажу, речиво описываю. А кто здесь не подлится так? Подождите, давайте в одну кучу не складывать. Я поставлю совсем на море. По Марсу система, то есть реальность, живая реальность в данный момент времени, и знание об этой реальности, система знания об этой реальности, она противоречивая. По Марсу она должна быть практически революционизирована, путем практического устранения противоречия. Стало быть, нужен мета-язык. Вот, если бы мы обсудили детально арифметику, там было бы понятно, что нужен мета-язык. То есть, вот есть логический язык, там, практикатор первого порядка, да, максиматический, вот как это формулируется и где доказывается теория анагеда. Еще нужен мета-язык, то есть наш обычный язык. Обязательно. Рассмотрение по отношению к арифметике. С помощью этого языка и приносит по арифметику смысл на самом деле. Просто дальше арифметики некуда. Так вот, стало быть, нужен мета-язык, превосходящий язык реальности. Нужна та самая картина мира, чтобы сформулировать необходимую истину на этом языке как истину. Вот у нас в реальности, в системе знания реальности возникает противоречие, да. Что же противоречие? Что два утверждения, и мы не можем их вывести. Мы не можем доказать убедительно, что верно это или не это. Так вот, чтобы эту проблему разрешить, нужно выработать мета-язык, превосходящий язык реальности. То есть как нарисовать новую картину мира, чтобы с ее точки зрения сформулировать истину на этом языке. Вот это истина. А эксперименты проверить не правы? Конечно. Зачем тогда нужно? Поэтому общество нуждается в изучении, потому что нужна теория общества. Что нужен язык этой теории, по отношению к языку реальности, выступающей как мета-язык. Затем все просто. Нужны революционные матросы, чтобы противоречие реальности искоренить. Те, которые не нужны, противоречие оставить что-то одно. То есть одних уничтожить. Революционные матросы не имеют влюблять в жизнь истину. И реальность ничего не останется, как признать их за свои аксиомы. Таким образом реальность восхоняет себе, а старые противоречия будут сняты. Просто на следующем этапе они опять возникнут. Значит так, я пропускаю сейчас резюме, потому что чувствую, что у людей возникло желание поговорить в честь там обсидеть. Я пропускаю резюме. Кому хочется, я его расскажу отдельно. Задача освобождения от труда состоит в том, чтобы найти такую точку опоры, откуда можно было бы бить и по несношному бытию, и по неправильному мышлению. И откуда бы открывалась не скучная перспектива. Все ради того, чтобы человек не скучал, что ли? Как-то странно. Да. Да. Выходит, что так. Осталось только за этой итаку. Да нет. Лучше полный вывод зачитайте. Так получается. Что там одно предложение? Выключенное. Это Марс так сказал? Нет, это я. Ну так что, а вот выводы такие. В век рационализма Марс увидел, что рациональной понятийной логикой, это то, с чего я начал, мир нельзя объяснить. Возникают парадоксы. И поэтому он решил его изменить как-то, ну как. Марс создал оригинальную для своего времени рефлексивную матрицу. Вот это вот я называю рефлексивной матрицей. То есть картину мира. Не картину мира, а динамику. Устранение противоречий путем матроса. Только матроса, я понял. В этом состоит его гениальность. Ведь все это случилось задолго до открытия двадцатого века. Когда Патнузен лис языком. Что касается диалектики Гееля, то я думаю, что им она была принесена на свое рассуждение для пущей важности. Вот. Ну, известно в ней противоречия ребят в основном движении. Вот. Вот. И вот это-то и несколько смазало акценты. Но в те времена гетлерская диалектика, вот, в лет пробивала совершенно неислушенные умы, да. И, известно. И даже сто лет после, вот я помню, да, вот нас, вот интеллектуальные садисты доставали со студентов. Вот у нас на писарке был там, в свое время, просто жуть какая-то, да. Заставляли, вот я сейчас помню себя в читалке, там, на третьем классе, в читалке, вот, над наукой логикой. Жуть. Вы оставали читать, что ли? Да. Жуть. 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 Так вот, я считаю, что Марсу вот только в этом смысле взглядела, в сугубо прагматическом, да. А в основном всегда вот только формально служебную роль. Суть же его построения заключается вот именно в том, что я рассказал, в динамической матрице, в общем-то, это основное, мне кажется, в марсизме и в Марсе как философе. Я подчеркиваю, именно как философе. То есть вот это времена до капитала. Таким образом, на мой взгляд, линия Марса вот того времени, это линия на создание новой великой картины мира на базе рационализма. Причем саморазвивающейся картины мира, а не какой-нибудь застывшей картинки, как, вот скажем, у Канта. То есть замышлялась в буквальном смысле меры воззрения, призванной обеспечить людям и цельность восприятия, и перимонентную перспективу. Однако на этом направлении был достигнут лишь частичный успех. В целом же продолжалась деконструкция европейской культурной основы, увы, в том числе и с помощью марсизма. Особенно с помощью извращенно понятного марсизма. Естественно, что в пасть деконструкции попал сам марсизм, как претенующий на доминирование. А вскоре пришло время, когда выпущенные из клетки разума зверь рационализма стал пожирать себя уже без разбора. Наступила эра постмодернизма. Модерн наконец нашел себя в постмодернизме. Это модерн на тупик или это тот же самый модерн, находящийся в тупике? И прежде всего это тупик европейской метафизики в пульсациях бинарных позиций, зажатых в лесках категории бытия и мышления. Вот это, я считаю, очень такой логичный конец. Но в конце пребывать можно долго. Стало быть, задача освобождения от труда состоит в том, чтобы найти такую точку опоры, откуда можно бить и по нескучному бытию, и по неправедному мышлению, откуда бы открывалась нескучная перспектива. Вот это тот лозунг, который я отложил неомарсистам. И, по-моему, вот эта вся работа, она была воспринята, по крайней мере, без обид, что меня удивило. И, ну, не то что с водосновлением, но вполне и вполне. Знаете, можно? Да. Мы, если же поставили этот эксперимент вот с этой динамической матрицей в Камбодже. И вот эволюционные матросы уничтожали всякую мелкую буржуазность. Но в какой-то момент стало понятно, что придется уничтожить всех камбоджейцев. Поэтому динамическая матрица, к сожалению, не работает. И это был крах вообще. Я думаю, что в Камбодже там совсем другая ситуация. Как раз через два дня. Там можно по-разному третировать. Через два дня то дали еще. Да, я посмотрю. А там надо обязательно пользоваться кремом над комаров, потому что у меня там похватило тропическую лихорадку. Не, ну вопрос, знаете, если говорить о методологии. Дело в том, что если реальность противоречива, то никакими матросами ее никак не изменить. Просто если это свойство самой реальности, свойство природы, то бесполезно ее изменять. Потому что она просто, как выгонишь в дверь, она влетит в окно. Это противоречие. Это, знаете, похоже на то, что если мы, допустим, действительно посчитаем, что класс капиталистов плохой и его расстреляем, то через поколение получим опять новые классы. Нам надо будет бесконечно уничтожать капиталистов, то есть уничтожать всех людей просто. Вот если мы всех людей уничтожим, да, тогда противоречие между капиталистами и пролетариями исчезнет. Но это же не факт, что обязательно уничтожать флюзей вместе с противоречием. Не, ну как противоречие решить? А? Как иначе-то разрешать с противоречием? Надо уничтожить... Как можно разрешить противоречие между пролетариями и буржуазией? Только тем способом, что уничтожить класс буржуазии. Больше никак. А может у вас пролетария? Велика вас пролетария. Вообще, на самом деле, там звучала некая саморефлексия общества, которую Марк запустил. Я согласен с тем, что он первый обратил внимание на то, что эта саморефлексия возможна. Ведь процесс по уничтожению, он был и до этого. Вот очень хорошо, но вот в Германии борьба с ведьмами. То есть все, кто вступали в противоречие, их уничтожали. Только никто, там не было этой саморефлексии, воспринималось это как некая давность. А Марк называет, смотри, ведь можем планировать и смотреть, что мы хотим. То есть Марк свернулся в феодальное общество. Да, кому мы хотим, зачем и да. Да, и на ближайшие 100 лет составляем план. Да, можно ошибиться. Тут вопрос не в этом. В том, что он запустил некий вирус. Да ведь, если у нас это вылилось в уничтожение, то эта же запущенная имсовая рефлексия в Европе вылилась в развитие. Но это не точно такой же продукт Маркса. Спасибо, что ты так ухватил мысль про уничтожение. Это я, как бы, про революционных матросов. Революционным матросам отдал, да, должного. Так, вопрос, является ли это картиной Вермира, а способом описания всего лишь социальных отношений. Да, я вижу социальных. Действительно, честно, я не увидел матриц. Я увидел некую саморефлексию, которую он запустил. Это круто. Но матрицы я не увидел. Матрицы, в моем понимании, это некие демиурги, которых мы не видим. И они из потешка, как бы, и вот некие признаки этих демиург... А Маркс тебе не демиург? Запустил матриц? Нет, но он вполне реальный человек. Он жил-помер, может найти его могилу. Дело не в этом. Он, как бы, создал картину мира, и рабочий до сих пор почему-то в этой картине мир живут. Это все-таки картинка, а только из сферы социальных отношений. И больше не меньше. И существует классная физика, и существует классная арифметика. А тут думали люди, что это классная физика и арифметика? То есть такие люди были, особенно в начале XX века войске. Ну, вот как в Германии, там германская физика и еврейская физика. Ну, это тоже другое. Так все-таки охота на ветер, это тоже то же самое? Нет, это просто противоречиями. Нет, это просто уничтожение. Ну, когда я ем курицу на завтрак, что называется, или на обед. Ты... Я не классную борьбу, господи. Нет, нет. Ты снимаешь противоречия. Не снимаю, я просто ем. Ну, как снимаешь? У тебя был голод. Перестал голод. Ну, и что? Снял противоречия. Ну, это вот это да. Если ты ко всему будешь твоей сообщение противоречия говорить... Я просто не понимаю, как в реальности противоречия могут быть. Например, голод есть, ты курицу съел, его нет. Ну, это же не... Например, буржуй стоит, а у меня к нему ненависть. Я его убил, буржуя нет. Ненависть исчезла. Так что ли? Почему исчезла ненависть? Ну, потому что его нет. Надо же кого-то ненавидеть, если я его убил. Ненависть вместе с буржуями исчезла. Я просто не понимаю, что в реальности есть противоречия. Ну, все-таки, у Марса, я так понимаю, что у него все-таки противоречия была действительно в реальности. Реальная противоречия. Поэтому, если противоречия Марса дальше, то существует классовая физика. И классовая арифметика существует. То есть, Ленинцы... Ну, Марс имеет противоречия, как непримиримость интереса. Подожди, Ленин, значит, прав был, что ли, когда он уничтожал буржуазину на корню? Что бесполезно их там перевоспитывать? Их надо просто сослать в лагеря. Ну, тут нету, как бы, прав, не прав. Да, он таким способом делает себя легче. Не, про физику говоришь. Уничтожал, снимал свои противоречия. Если враг не сдается, его уничтожают. Есть, как бы, две интерпретации Марса, которые он предлагает. А он не сдается, буржуазик не сдается. А противоречия, а после противоречия, кинеза, я хочу побольше спать. А потом начинает снизу расти. А потом начинает снизу расти. А потом начинает снизу расти. Нет, вот, еще раз. Он запустился на рефлексию общества. Вот, как ты, допустим, сидишь, думаешь, ой, я и то хочу, и то. Нельзя. Я вот это желание уберу, и буду хотеть вот это. А до этого не было саморефлексии? А чтобы тебе обещать, что правильно, тебе нужен какой-то мета-язык. Объяснили, почему это правильно для тебя или нет. Да, 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 да. Вот именно об этом говорили. Очень верно. Чей, пожалуйста. Да. Я все же долго ждал, чтобы тебя перевели. Очень верно уловил смысл. Именно саморефлексия. Неучтожение чего-то там, да. И тем более... То есть, мир не надо изменять? Ну, если саморефлексия. Рефлексируешь, рефлексируешь, сидишь дома в кабинете, книги поднимаешься. Да, конечно, нужно изменять. Нет, он вот... Сейчас. А если изменять, значит... Можно я? Можно я расскажу? Вот конфет, например, был проведен с выбором, а ты говоришь, что мне нужно изменять. Вот вы осуществили выбор рефлексий. Он сделал некий вирус в коллективную работу системы. То есть, ведь все эти вот процессы, они... Ну, нельзя сказать, что они осознанные, да. То есть, они... Они в целом наверняка были и до Маркса. Он, обратив на них внимание, интенсифицировал их, их сделал более осознанными. То есть, люди теперь постоянно анализируют систему, как подъединиться этой системы. И меняют, но опять-таки, это неизбежно, да. То есть, общий ход вот этого процесса мы воспринимаем как индивида. Он запустил вирус в индивида. Но общий ход, в принципе, мы его с большим трудом можем видеть. То есть, и расти, значит, не можем. Если с большим трудом можем. Ну, почему же не можем? Вот мы увидели, мы рассказали, мы обсуждали. А почему он его запустил? А почему матрица? А что, лидеры Великой Французской революции что, не понимали, что мир противоречив? И не понимали, что надо решать некоторые вещи, причем технологически мог бы запустил, используя гириотины? Ну, они говорили о просвещении, да, о том, что люди живут в неправильных ситуациях. Марк же сделал, как науку, как систему сама, коррекции мыслей. То есть, он некий сделал психоанализ для системы. Да, это понятно, что метод коррекции, метод постоянного влада. Ты постоянно корректируешь мыслей, потому что тебя... Не, ну просто каждый раз противоречит. Не, ну враг же каждый раз усиливается. Там же, понимаете, у нас просто выхлоп такой, который был в расстрелах связан. Тут не обязательно расстрелы, да? То есть, то же самое сейчас происходит в Америке, да, когда они говорят, ой, мы, значит, геям дадим свободу, а вот этих будем притеснять, а эти террористы. Да, то есть, они делают самокоррекцию, но они это делают осознанно. И, по идее, вот Маркс первый, кто вывел это вот в такую осознанную сферу. Почему? А чем французская революция? А, несмотря на это, мужчины все равно продолжают любить женщин, да? И, как бы, классовая борьба. А вообще, мы французская революция тоже осознанно делали. Человек обвинили в умеренности и казнили. Умеренный он. Пожалел кого-то? Да. То есть, не стал изменять реальность? Да, да. Подумал, что, может, мы не правы? Да. Сомнение появилось у них, что реально. Потому что у них это было связано с вопросом подчинения, который до этого подразумевался естественным порядком вещей. Маркс же это внес в экономическую сферу. Все переписал. А французская революция боролась с тем, что до этого было прописано как божий порядок. То есть, ты хочешь сказать, что если они делали акцент на общественном договоре? Да. То как раз, то Маркс сделал акцент на общественное противоречие. Ну и противоречие, это как бы они тоже как договор. То есть, это даже не было договора. Была некая установность. Я раб, ты господин. Ну нет, почему? Общественный договор. Есть такая концепция просто. Ну я понимаю. Мне кажется, это после них возник общественный договор, который Маркс разужил. А до них это был богатанный порядок. Они не воспринимали это как общественный договор. Давайте все-таки ближе к матрице. Давайте перерыв сделаем. Был вопрос, почему это матрица, во-первых. Я постараюсь на него ответить. А во-вторых, тут можно на самом деле было и не привлекать теорию Геоделя. Собственно, меня поразило, когда я обратил внимание на эти тезисы о Филибахе, что вот тут, ну, с альфметикой это один на один уложился, что Марс проинтуичил же это дело. Естественно. Вот то, что, вот описанный мной его подход, да, он же был именно, не то, что он как-то вот сидел, сидел там, да, и выдумывал. Логически. Он был проинтуичен. А почему он был проинтуичен? Пророк. Только пророки так проинтуичивают. Да. А почему он проинтуичен? Ну, бывает это. Почему? Потому что, на самом деле, это не столько связано даже с теорией Геоделя. Элементарные вещи всем хорошо известны. Это самореференция, которая происходит в языке, но занятый парадоз лжеца, да. Вот. Эта фраза ложна, да. Ну, кстати, этот парадоз боком там участвует где-то и в так называемой теории Геоделя. То есть, он там присутствует. Ну, в наиболее общем виде, вот, всем известен, да. И, вот может быть, вот это, то есть, вот это обязательно противоречие, которое происходит, собственно, при саморефрессии. Как я могу осознать себя полностью, да. Это невозможно. Значит, мне нужно себя восполнить, чтобы осознать. То есть, вот это и было Марсом провинтующим вот в эту систему. Почему Марс, это Матрица? Потому что Матрица, под Матрицей можно называть такую конструкцию из двух миров. А здесь явно два мира Карта. Есть мир реальности, данности. И есть мир картины мира, то есть, должного, да. Так вот, Матрицей можно называть такую конструкцию, где один мир имеет основание в руку мира. Это то, что мы прошлый раз говорили, рассуждая о Матрице Карта. Его больше всего беспокоил вопрос оснований нами мыслимых. Оснований, где эти основания наших мыслей, содержания наших мыслей. Вот основной вопрос решаемый Кант всю жизнь, можно сказать. От первого доказательства Бога, приведенного им, да, до критики там чистого разума и далее. Итог, то же самое здесь. Значит, у нас есть реальность, да. Но основанием этой реальности является картина мира, которую мы сами, да. Картина мира должна. Это в чем тогда материализм состоит? Чуть не понимаю. Ну, реальности он для себя не имеет. Ну, как, материализм состоит в том, что есть в себе сильная реальность. Ну, и поскольку у нас и реальность, и картина мира существуют в обязательном движении, картина мира вообще-то отражает. Картина мира просто может реальность изменить. Конечно. Ну, то есть, Макс не материалист. Он манист, он материалист, конечно. Нет, картину мира меняют матросы. Я уже... Нет, это понятно. Было в том, когда он меняет матросы. Каким образом? Булат. Вообще, я считаю, что я, кажется, подчеркнул все, что хотел подчеркнуть. Вот. Спасибо за внимание. Нет, подожди. Давайте это просто немножко обсудим, потому что есть какие-то вопросы. Из того, что действительно существуют две... Это два... Ну, есть и раздвоение между реальностью и картиной мира на самом деле. Говорить о матрице, конечно, можно. Метафору такую использовать. Поскольку есть двоица. Если была бы одна, то нельзя было бы. Ой, это везде можно сказать. Но, с другой стороны, Александр странно говорит, что у него такой... Везде можно говорить о матрице. Нет. Правильно, можно везде говорить. А в законах Ньютона можно говорить о матрице. Нет, нет. Подожди, подожди. Где матрица? Нет. Вопрос состоит в том, что это... Александр же утверждал, что у Маркса есть монизм. А в монизм он в том числе включает, что вот этого раздвоения вроде нет. Потому что если это раздвоение есть, то это дуализм. Если есть матрица, то это дуализм. У Канта есть фактически дуализм. А у Маркса, вы говорите, монизм. Как вот это у вас соотносится, что есть матрица, то есть есть дуализм. И одновременно вы утверждаете, что у Марса монизм. Ну вот насчет того, что Канта дуализм, я его поистилю все так говорить. Ну как же, это вещи сами по себе. Да. Есть еще непонятно что. Есть феномен. А в кем она матрица? Вот их же можно прочитать, которые внизу, да? Тоже. Понимаешь, что там есть? Нет, просто вот матрица хорошо бы укладывалась в вашу схему, если бы у Маркса был тот же самый дуализм. Между тем, как реальность устроена на самом деле, и между тем, как люди в своих головах эту реальность воспринимают. Значит, объясняю. Значит, монизм, в принципе, как философская система, она не может существовать. Ну, с моей точки зрения, естественно, она, в принципе, отвергается. Поэтому, вот та проблематизация, о которой я говорил, о том, что Марс полагает, что возможно внешнее описание мира и описание людей, это вот то тонкое место, за которое это все и можно дергать. На мой взгляд, ни гантовская матрица, ни рефлексивная матрица Марса на самом деле не имеют места в реальности. Я не знаю, как еще сказать. То есть, их можно опровергнуть. Вот эти построения. И гантовские, и матовские, и массовые. Но они весьма интересны, поскольку это очень мощное проявление ума. И они интересны именно в смысле становления рациональной рефлексии, вот рационального человека. Это же мысли рациональные и очень умные люди, да? И, в конце концов, мы видим, что этот рациональный человек зашел, в конце концов, в тупик. И возникает вопрос, как нам строить философию? Можно ли дальше продолжать строить философию рационального человека? То есть, пользуюсь только вот этой рациональной рефлексией. На мой взгляд, нет. Ну, другой рефлексии, кроме много перечисленных, у человека нет. Все прошли. Значит, следующий этап, это этап объединения. Это то, что Алексей Федорович Лосев пытался делать, там, создавая абсолютную мифологию. Ой. Всеединство? Да, в том-то и дело, что не всеединство. А абсолютная мифология – это след на миф с точки зрения, так сказать, в том числе и мифа. И в том числе и рационального ума. Да, да. Но его подвело, на мой взгляд, в увлечение геокриянством. В общем-то, правильный. Опять же, правильный. Он у него, но сам подход в использовании различных взглядов. То есть, композиция различного в едином. Вот, я бы сказал. Точно так же, как современная физика, нет единой теории физики. Я думаю, она невозможна, на самом деле. А есть различные, весьма разработанные, да, области физики, именно теоретической физики. Которые вместе, во-первых, они согласовы, ну как, там, квантовая теория не противоречит теорию относительности ни в чем. Вот. Но они описывают мир с разных сторон. Точно так же и нужно отказаться, на мой взгляд, да. И математика. Это очень важно. Вот, годы три или четыре назад была конференция в Питере. Был все против математики в нашем. В Тонтанке. И там, как раз, главное обсуждаемое было вопрос. Звучало так. Возможно ли единый язык математики? В общем-то, не было вот такого мнения высказанного четко. Я уверен, не от одного математика, там я это не услышал. Что я уверен, да, что возможен единый язык математики. Понимаете, да. То есть и философии, на мой взгляд, мне тоже кажется, что нужно переходить к тому, чтобы выстраивать многоязычия, но в едином. Ну как, математика, это все же едино, да. Разные языки. То, что я называю. Физика единая. Да, проблема регионирования бытия. Мы такую тоже обсуждаем. Ну, я просто не уверен, что это хороший термин. Ну, это же всегда рабочий термин. Главное, что понятно, что за ним нет. Нет, я не готов для данного случая. Для данного случая. Ну вот, то, что я хотел сказать. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...